бисмиллахи рахман рахи ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху Дорогой зритель, если ты собрался совершить какое-то дело, то тебе необходимо попросить благословения у Всевышнего Господа и совершить истихару. Истихара это молитва и спрашивание благословения у Всевышнего Аллаха и она находится в крепости мусульманина. Итак, что нам нужно сделать? Первое. Мы советуемся с братьями в делах, так как Аллах Всевышний сказал, ваща вирхум фель амр, советуйся с ними в делах. Мы проявляем решительность, мы читаем истихару, собираемся делать какое-то дело и уповаем на Аллаха. И достаточно прочесть ее всего лишь один раз, не обязательно делать ее много раз, не обязательно читать истихару двадцать раз подряд, достаточно одного раза, дорогой друг. И, конечно же, упование на Аллаха, вот что нам требуется. Упование является поклонением, как Аллах Всевышний сказал, уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующими, то есть упование это поклонение Аллаху Всевышнему. Также Аллах Всевышний сказал, кто уповает на Аллаха, тому его достаточно. Итак, из распространенных ошибок, как мы сказали, это слишком частое совершение истихары. Во-вторых, многие люди часто совершают истихары и думают, что сейчас ему должно свалиться с неба то, что он хочет. Но на самом деле мы просим у Аллаха благословения в делах и делаем то дело, которое мы собираемся совершить. Например, ты хочешь купить себе зимнюю обувь. Ты решился, что ты купишь именно эту зимнюю обувь. Все решился. Прочитал истихару и попросил, «О Аллах, если это дело является благом для моей жизни, для моей религии, для исхода моих дел, то предопредели мне его, облегчи мне его и дар мне благословение в нем. Если оно является злом для моей религии, для моей жизни, для исхода моих дел, то отврати его от меня и отврати меня от него. И предопредели мне благо, где бы оно ни было. А затем приведи меня к довольству им». И совершив это действие, ты идешь и совершаешь это, покупаешь ботинки. Именно так совершается истихара, именно так мы действуем после истихары. То есть нам необходима решительность. А результат зависит от нескольких вещей. Во-первых, причина. Во-вторых, значит, причина должна быть уместной. И в-третьих, Аллах должен позволить. Аллах должен позволить, чтобы эта причина стала, принесла результат и принесла плоды. И читайте истихару, братья и сестры. Уповайте на Аллаха. Поистине, упование является поклонением. Да примет Аллах ваши дуа и да поможет Он вам в ваших делах. Ва-саляму алейкум ва-рахматуллахи ва-баракяту. Продолжение следует...